итак добрый день у нас очередная передача посиделки у яны и сегодня у нас невероятное интересное правда его знаете каждый раз говорю невероятно интересная девушка но если нужно что я сделаю если вообще наши покупательницы клиентки партнеры невероятно интересные девушки вы знаете она занимается цветами вы представляете какой красивый бизнес и вот все что вы видите часто у нас на вечеринка где-то это конечно и золотыми ручками и и сотрудников собрано это очень красиво но я подробности не буду давайте лена себе там расскажет хорошо ну вот та самая елена прекрасная с прекрасными вот у нее уже что-то в руках я говорю я вам говорить об этом не буду пускай она сама о себе о своем очень красивом бизнесе расскажет хорошо да вот расскажи что у тебя в руках леночка да что-то загадочная загадочная ничего себе вот посмотрите но и но это удивительно не жили правда из твоего сада вообще и они не завяли да удивительно но как ты готова к переменам лена потому что ты это ты у нас и не древняя покупательница у нас знаешь люди по 15 лет одеваются ты как готова к переменам ну давай значит давай пробуем вперед ну посмотрите первый образ лены что значит флорист обратите внимание обязательно выбрала цветок и все остальное но давайте я у нее спрошу от того ли что она флорист выбрала только комплект или просто но мне кстати нравится и посмотрите как она к нашему заднику вписалась хорошо давайте послушаем лену да ты что я лично думала лена что ты начала с цветка да 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 вот уже оперный театр но согласись и джинсами было бы неплохо правда же это рубашка да вполне кроссовки джинсы но почему цветок то посмотри серединка цветка наоборот вот же она все сочетание ну супер давай а мы в тебя давай следующий вариант смотрим да давай свитшоты бомберы это впереди застежка ну без кармана у меня ничего нет на симметрия такая да юбка секси ты подобрала юбка огонь ну ты знаешь мне очень нравится твой вариант потому что никто до тебя ни разу потому что мы уже ведем эфиры три месяца никто ни разу так не собрала мне кстати твой вариант очень нравится с такой юбкой красиво классно да да и сникерс и да вот такую какую-то да ну ты рыженькая ты все хорошо по цвету подобрал те очень хорошо мятные оттенки лен ну конечно еще к тебе не чувствовать свет стоит и профессии ну давай третий вариант порадовала ты меня вторым очень итак смотрим третий наряд у лены ну прям такие вкусные вкусные все мои цвета давай рассказывай что ну давай посмотрим расскажи над которыми долгими без бессонными вечерами мучилась ты не представляешь себе да всю пандемию понятно но результат стоит того всех этих мучений ну горох это горох он горох во все времена ну хорошо тоже обратить внимание как хорошо сочетнула правда горошек с каким-то принтом круги прекрасно быстренько одела готовый комплект побежала навстречу ты приходишь вся такая розовая цветочная да ну посмотри еще ты приходишь а посмотри что у нас есть здесь да ты приходишь здесь здесь лямочки да ты уже видела да это все ты одеваешь давай давай ты так скидываешь да опана вот приходишь раз так небрежненько да уже вид такой более презентабельные куртку не надо в гардероб сдавать вот это пальто удобно правда да очень удобно и я обратила внимание у меня зимний пуховик тоже такая чайная роза чайная роза и я вы не представляете я его ношу уже два года женщина останавливают меня на улице говорят но цвет обожают где я это купил для многих очень необычно что зимой и осенью мы носим такие оттенки да я удивляюсь почему все серые черные носят не знаю почему вы носите серые черные оттенки объясните да но посмотрите как красивый куртка ну конечно потому что слушайте ну не такая уж грязь сейчас наши городах я не понимаю потому химчистка не так дорого стоит в конце концов давайте носить светлое давайте как бы раскрашивать наши серые зимы они только вот такие как лена будет понимать хотите радовать вас всех да будем радовать ну вот это мой первый образ для елены и наверное опять вы знаете экология цветочница как-то меня потянуло видишь вот на эти все тона да и тоже цветочки не только тебя на это тянет тянет и меня поэтому давай лена скажи что тебе нравится что не нравится в этом образе твое ли это или нет но знаешь черные классические брюки еще тебе были не идеальные а почему я не понимаю хаки рыжим хаки потрясающе почему почему не твоя ты знаешь он в этом сезоне настолько модный и да даже не будет дело а почему экология как раз цветы и мне кажется оливковый этот цвет он такой вкусный уже стон да а у меня было очень 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 много и наверно как ты меняешь ты внутри так и меняется твой цвет ощущения что тебе хочется одеть именно сейчас может как-то чего-то не хватает и вот тянет на борту или не хватает нежности мы одеваем голубой или может быть когда мы хотим себя успокоить мы одеваем наверное хачевич потому что для меня он ровный ровный цвет но мне кажется ты знаешь ты в него смотришься очень аристократично вот более аристократично нежели в предыдущих цветах несмотря на то что ты да как-то знаешь вид такой уровень такой другой немножко ну да тоже да да повернись посмотрим как там на спинке а то все просят да а не ветровка очень хорош это хлопковая ветровка чистый хлопок да она комфортно мне это показалось что ты носишься как сумасшедшая от фирмы до фирмы и у тебя много партнеров и ты такая очень динамичная и можно надеть опять же здесь и ботинки любые да что тебе очень удобно будет ну давай смотрим дальше хорошо не твой посмотрим что твое ну вот это мой следующий вариант для лены и пускай она сама про это что-то нам расскажет я почему выбрала потому что немножко то есть у лены такой знаете да нежный да такой а вы видите да я все время люблю назло на зло своим партнером и клиентам что-то делать такое знаете необычное но потому что обычно это же не сама сможешь поэтому мне захотелось вдруг для лены сделать вот такой пожестче немножко образ а ты что об этом думаешь ну скажи сучность такая добавилась некая сучность потому что ты была очень мягкая ты была вся такая мягкая мне кажется этого туда в бизнес-леди больше знаешь правильно тяжело деньги тоже зарабатывать вот для мужа ты можешь знаешь как сама а я считаю с партнерами где-то договора где-то договариваться да и за что мне нравится а потому что многие говорили про ежикет ну куда я в нем ну послушайте ребят да да куда угодно но вот ты знаешь вот первые заходили магазину куда я в нем он золотой слушайте но сочетать не умеете как это я не люблю кошек вы их не умеете готовить то же самое про одежду я не знаю куда как я в нем вы не умеете сочетать посмотрите сочетнули с обычной бодолазской кэжу с обычными классическими брюками ничего особенного сейчас нету лены но одевает жакет и все и образ сделан да вуаля да да сразу да понимаешь не бедный золушкой ленда да ну и оно такое согласие золото лаконично очень не очень да 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 тусклая такой да не самоварная не знаю мне прям ты мне очень нравишься просто такая девушка из высшего общества конечно то же самое дать почему ничего да да тогда это еще выше уровень будет смысле ну как бы это куда-то а брючки прямо на каждый день они тут же да ну хорошо показываю дальше что для тебя придумала один из моих любимых образов я обожаю все что здесь есть но не знаю насколько тебе это понравится опять-таки принц пальто зебра зеленые типажи на контрасте и опять-таки это все очень детский образ это вызов вызов наверное может даже кому придет ну для леночки еще один вариант вы знаете в этих запогах в этой кожанке она мне немножко напоминает комсомолку начало века двадцатого ну давай опять сама скажет нам об этом как ты себя чувствуешь не хватает платочки сюда да 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 явно я себя все делаю нежной 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 а видимо вы меня видите вот такой так у тебя есть свой бизнес есть так что давай вперед я из каждой кто занимается бизнесом делаю бизнес леди даже жестче давай деньги надо зарабатывать да 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 но и к тебе начнут леночкой к тебе начнут так относиться я вот одуванчиков если бы ты была при муже миллионере или если бы ты была содержанкой обрати внимание вот тут нежность розовая кошечка денежки дай да да и мальчика денежку понимаешь каждый день но ты знаешь хочу но не могу что называется нет мне кажется что все таки вот твой образ должен быть другим если ты занимаешься бизнесом я тебя вижу такой дерзкой более такой уверены в себе и чтобы все видели тебя именно такой понятно понятно ты расстроена этим нет я не расстроена нет мне кажется просто я так уходила 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 от этого но вы меня вот этой вот обидкой возвращаетесь все равно вот как я не знаю вот нет все равно будет такой 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 это не плохо не хорошо я благодарю потому что взгляд со стороны взгляд со стороны это очень важно одно дело как мы себя вы сами вот понимаем как несём в этот мир да и как мы несём так и вот вокруг что происходит соответственно одевая вот такой образ ты чувствуешь я тебя на деньги заряжаю поняла да 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 вот сразу другое зарядку другое настрой другие выстрелы конечно нет нежность я не говорю но нежность дома нежность с любимым мужчиной никто не говорит никто этого не отрицает но мне кажется все таки мир настолько сейчас жесткий настолько конкуренция лена жесткая что знаешь если ты будешь одуванчиком да ты знаешь я бы не сказала вот ты знаешь я постарше тебя мы то прожили мы небожителями были у нас было все хорошо мы не думали ни о какой конкуренции вся жизнь была расписана квартира дача машина к старости и хорошо и у нас была красота да в офисах мы играли в теннис занимались любовью айдюльтерами развлекались как я говорю раньше на работе понимаешь занимались чем угодно кроме работы понимаешь ну вот до чего страну правда довели не наше предыдущее поколение наше хорошо вовремя вот сейчас у нас появилась конкуренция да а сейчас жесткая конкуренция да и вкалывать и транслировать миру что мы готовы к борьбе ну хотя бы частично почему нет правда да да хотя бы частично да конечно 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 да на и какое мероприятие какой уровень мероприятия конечно если мы хотим поддерживать уровень ну естественно всегда должны быть сами на уровне наша одежда должна соответственно об этом всем говорить ну да в первую очередь говорит одежда ну ты знаешь я скажу что ты видишь что я не специально как-то у меня вот так вот получилось так вот я тебя вижу ну давай следующий образ очень приятно очень приятно спасибо пробуем дальше бюджет я думаю я буду походить для путешествий мне будет очень комфортно бельжур брюки пальто поскольку я буду очень путешествовать я буду в этом востоком да я буду путешествовать но не уверена на что это в работе а для путешествий самому заходящую на мой взгляд Это для меня. Трюки. Очень удобно. Свободный, свободный покроек. Пальто. Сокрое, комфортное. Можно закутаться. Даже если станет жарко, оно очень легкое. Можно взять. Вот. Этот образ жара. Спасибо Яну. Все как мне нравится. Подкладка идеальная. Это да. Спасибо. Что-то меня куда-то несет. Я не могу со своей клеить. Знаете, как есть? Слепой настежку. Но пускай Лена сама скажет, я что-то как слепой настежку. Яну, спасибо большое. Этот образ по мне. Да. Хрупкая, тонкая, нежная. Бинзы лишних каких-то наворотов. Цвет. Однообразный, да. Цвет жакет однообразный. Платье. Однотонное все. И структура. Акцент я сама. Ну да, здесь нет лишних деталей. Здесь нет ничего лишнего. Показать, поговорить о себе. Во всей красе. Это именно вот этот образ. Это, кстати, часто очень девчонки, кто выступает где-то. Понимаешь, да? Если вот то, что предыдущее, ты выступаешь, будут смотреть не на тебя, не на твою речь, а на что-то. А здесь именно вот в таких лаконечных вещах довольно-таки не на что смотреть, будут слушать. Я люблю очень лаконечные вещи. Это по мне. Ну опять мятный твой любимый. Мятный твой любимый, да. Платье идеально сидящее. По фигуре не давит, не стесняет. И опять хочу показать это платье. Да, видишь, я собрала вообще от летнего и от зимнего. Ну снимай, давай посмотрим платье. Да, от разных совершенно. Еще момент, еще момент. Я тоже очень люблю носить зимой, осенью зимой, весной, с короткими рукавами. Ты знаешь, да, потому что жарко. Мы вкавываем, я тоже. Мне сейчас жарко. Когда помещение приходит, в помещение сразу жарко. Ну, естественно, что в таком виде ты поедешь в такси по-любому. Конечно. Я очень люблю с короткими рукавами носить сей сезон. О-о-о-о. Красиво, да. Вот тоже простое-простое платье, да. Ну, там немножко лайкра есть, что позволяет так по фигурке девчонки садиться, да. Да. И помните, я все время была против блондинкам черное плохо. Посмотрите, рыженьким черное лучше и вырез есть, и голые руки. Вот если бы сейчас вырез был меньше под саму шею, если бы это был длинный рукав, то, вы знаете, у Лены была бы голова, извините, отдельно, платье отдельно. Но все, ручки голые, и вот вырез такой побольше, как бы все и завязала, правда? И даже очень хороший вырез здесь. Да, прямая такая пройма, кто редко могут ее делать, да. Да, да, очень. Потому что, знаешь, все вот так вырезают, да. Да, очень удачная, очень удачная пройма. Совершенно спокойно опять можно входить в такую пройму, совершенно не снялись руки и прочего, да. Ну, знаешь, у тебя, с твоей ты фигурой я бы тоже не стеснялась, Лена. Так что не надо камень в наш огород, в мой в частности. Булыжник. Да, но пройма очень хорошая, очень. Да, редкая прямая пройма, девочки. Длина, обратите внимание, длина чуть ниже колена, идеально, просто идеально. Не выше, не само колено, а чуть ниже колена. Это... Да, видите, ножки какие красивые у Лены, да. Мне кажется, такое платье, как кажется, поделится. Любая будет красивая, потому что это идеальная длина. Правильно идеально? Да, да, да. Для коктейльного платья, да. Чуть ниже была бы кишкой смотрелась длинной. Да, да. А вот у карате немножко... У бульгарного, может, уже, да. У бульгарного. Еще чуть ниже, все, порезала. Да, да. И уже был платье. Такое немножко тетки на платье было бы. Тетки на платье было бы. Да, слышали? Нет, девчонки, когда коктейльное, да, вот я очень долго вымеряла, вымеряла по миллиметру, потому что коктейльное платье очень сложно делать. Оно либо идет в пошлость, либо в бабистость. Тут вот на грани на это балансирует, да. Да, да. Здесь вот в этом платье идеально. Ну давай следующий, да, последний вариант пробуем. Давай. Ну и так. Наш последний выход. Последний выход. На все педали. На все педали. Да. Ну говори только честно давай. Выходить так и выходить. Ну и что? Смотрю, улыбаешься. Норовилась снять мои ботиночки. Ну, конечно, неожиданно. Ботиночки, платье, просто идеально для меня, да. Да. Ну ты же выходишь, у тебя, извините, партии, ты на такой работе, ты, наверное, все-таки часто и с партнерами и все, у тебя какие-то вечеринки ведь бывают. Тебе надо, статус обязывает. Конечно. Да. У меня очень много вечеринок, мне приятели, театры, встречи какие-то, выпуски, конечно, да. И соответствующая одежда у меня есть, безусловно. Ботиночки, я не знаю, собаку я, наверное, так не одела. Да. Вот. Для меня это немножко слишком. Too much. Для меня это правда слишком, очень. А мне нравится. Сразу, знаешь, опять другое. Ну, понимаешь, тебе надо отличаться от простых тетушек на этих же вечеринках. Ну надо. Ты должна быть другой, ты должна быть чуть-чуть спедалированной, чуть-чуть круче, чуть-чуть интереснее. Нет? Возможно. Однажды был случай, я купила шапку, мы были с подругой, с коллегой, где-то были други, ходили шопились. Вот. Мне очень понравилась шапка, и крайне несложно мне подобрать шапку, чтобы она мне шла. И все подходило. Свет, фото, ну все. Но на ней был бантик. И у тебя сразу, черти что, и сбоку бантика. Да, и сбоку бантик. Я говорю, ну блин, ну ты чего? Вот все, шапка идеально мне подошла, но этот бантик он меня прямо вырубал. На что мне колесо попало, не кас, наоборот. Вот надо, чтобы... Ну да, что-то интересное в этом. Да, что-то интересное все-таки в этом есть. Дизайнеры же это там сделали. Это уже мой личный взгляд на этот бантик. Вот. Я ходила и обедаю эту шапку, и потом уже смотрела и говорю, ну да, 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 это красиво. В общем, ходила я с этим бантиком в эту шапку и привил это на меня. Да ты знаешь, вот представляешь... Иногда, да, есть. Конечно, есть же в этом. Ну, послушай, ну все и так одинаково одеваются. Но почему не раскрасить этот мир тем же бантиком каким-то? Почему нет? Да, да, да. Мне кажется, люди должны останавливать взгляд на таких людях интересно одетых. Я вот жалею, что в России очень мало. Чем меня убил Нью-Йорк? Не убила, восхитил. Ты была в Нью-Йорке? Нет. Ну, ты знаешь, там выходишь на Бродвей, и ты ахаешь, чего там только нет. Да. Да. Люди, кто во что город. Это так интересно. Ты знаешь, у меня было впечатление, что я из глухой деревни провинции приехала в Нью-Йорк. Потому что там было что-то невероятное. Да. Там плевать. А у нас чего? Сера, скучно, мрачно. И как-то почему-то вот ускорение. Да. Ускорение. Ну, плохое воспитание, да. Да. Вот там все равно еще влияет на нас Советский Союз. Да. В генах есть такой, да. Да, да, да. Молодежь, вот я смотрю на детей, допустим, свои взять, да. Сын, тренирница. И я смотрю, какие вещи выбирает сын, какие вещи выбирает у нас тренирница. Как они одеваются, они одеваются сами. Вот мой сын лет, наверное, 15-16, сейчас он почти 25, он покупает вещи себе сам. И меня очень восхищает его выбор, как он выбирает, что он выбирает. У него нет обычных вещей. Да, дети сейчас смелее, да, это радует. Вот у них уже, по-моему, генетика ушла, это советская. У них ушла, конечно. У них намного смелее. Вот, они, да, намного смелее. Мы, конечно, очень вот этим вот зажатым. Нас это все убивали, убивали. Я помню, вкольные годы я, как человек творческий, мне всегда очень хотелось всегда красиво одеваться. Мне ужасно не нравится, а выбора-то не было. Но мое счастье было в том, что моя бабушка и мама шили. Причем очень хорошо. И у нас были шубы искусственные, по шутке, да, там по бурге мы все шили. Вот. То есть в этом плане как-то вот мы были тогда, моя печать. Но это лишь только потому, что мама и бабушка шили. Ну, когда ты что-то покупала такое, как все, у меня прям было вот это вторжение. Так что я не знаю, что тебе бантики на ботиночках не понравились. Не знаю. Но покажи платье. Да, покажи платье. Как тебе платье? Платье восхитительно. Опять-таки его любимый мятный цвет. Кружево. Считаю, что все должны носить кружево, женственное сзади. Да, сейчас в тренде casual. Перешло в разряд casual на работу можно. Да, да, совершенно верно. Все-таки это делает женщин более женственные. Да, даже если мы идем в год. Ну, мы все равно к этому стремимся. Сейчас мы к этому идем. Подождите секундочку. Ну вы что, а? Ну, Карина. Ну, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Запорола всю съемку. Ну, что ж за херня-то такая? Ну, ты же знаешь прекрасно, ну. Это не слышно. Не, баба, не, еще и как слышно. Поехали. Чуть-чуть отойди туда чуть-чуть. Да, да. Давай. Ну, как тебе это платье? Опять-таки мой любимый мятный цвет. И кружево. Я прививаю всех женщин и кружево. Это делает женщину в женщину. Даже если вы в офисе, даже если вы в бизнесе, все равно это делает женщина в женщине. Не зря раньше, прежние века. Какие были скани? Шелк, кружево. Бархат. Бархат. Да. Прекрасные скани. Прекрасные скани. Это, мне кажется, одевая такие вещи, женщина, опять-таки, она себя по-другому совершенно чувствует. Рукава. Обращаем внимание, да. Припользуется рука. Мне кажется, рука у меня. Конечно, да. Длинная рука все-таки немножко как-то… Да, открывается руками, немножко какой-то таинственности, загадочности. А напомню, у тебя рост и параметры, потому что мы так и не сказали, какой у тебя рост и параметры. Это очень важно для покупательницы. Мой рост мета 66. У тебя 42-й наш размер, наверное, 84 где-то, да, 66 и… Да. А подведи 92. Да. Ну, у тебя четкий 42-й наш размер. Четкий 42-й. Да, да. Ну, и так, как тебе этот опыт новый? Ты была в роли модели когда-нибудь? Нет, это первый раз. Нет, обманываю, это второй раз. Да, один раз я была в роли модели. Благодарю, благодарю за приглашение. Мне очень нравится, как все женщины, я люблю одеваться красиво. Ну, надеюсь, что что-то новое для тебя было сегодня. Да, конечно, безусловно. А когда еще тебе подбирают образы Мояна, и еще как дизайнер дизайнеру, это вдвойне интереснее все-таки посмотреть, как тебя видит другой человек дизайнер. Конечно. Слушай, ну у тебя правда платье к глазам просто четко. Красивые очень у Леночки глаза. Мы вас приглашаем на съемки на мои. Ничего страшного, никого не кусаем, никого не обижаем. Нет, это так захватывает. И увлекает. Всем пока. Спасибо, что нас слушали, смотрели. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok